Как только Путин укрепился в власти, то есть подчинил себе телевидение, суды и наладил систему фальсификации выборов, началась и продолжается до сих пор. Самая большая операция по распилу и присвоению России. По кусочку каждому другу. Один садится на потоке Газпрома, второй начинает доить Роснефть, третий забирает себе крупнейшие стройки. Шайка взяточников и жуликов из питерской мэрии захватила все ключевые посты и объявила себя гениальными управленцами и спасителями России. Но несмотря на то, что наши герои приоделись и окружили себя сотнями охранников, ключевой принцип, на котором все держалось со времен лихих 90-х в Питере, никуда не делся. Хочешь воровать из бюджета и пилить госсобственность? Делись с Путиным. Ну я согласен, договорились. Отлично, все. И если когда-то Путин писал на бумажке сравнительно небольшие суммы в долларах, а Леша Миллер их для него собирал, то в этот раз на бумажке написали слово. И это слово – дворец. Это самая большая стройка в мире. Самый секретный и охраняемый объект в России без преувеличения – это не загородный дом, не дача, не резиденция. Это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной пункт, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное государство внутри России. И в этом государстве есть единственный и несменяемый царь – Путин. Погодите, скажете вы, мы слышали про этот дворец, знаем, что когда-то его строили для Путина, но потом, когда вся история вскрылась, стройку заморозили, а дворец купил какой-то бизнесмен. И вы нам рассказываете какую-то старую историю. Ошибаетесь. Эта история не знакома никому. Во-первых, вы не представляете себе истинных размеров этого дворца. Во-вторых, никакой продажи не было. Это юридическая иллюзия, постановка, созданная с помощью нескольких фиктивных сделок и активной кампании в СМИ. Единственный настоящий хозяин этого знаменитого места с самого начала по сегодняшний день – Владимир Владимирович Путин. Ну и в-четвертых, заглянув внутрь, вы поймете, что президент России психически нездоров. Он помешался на богатстве и роскоши. Представляете себе княжество Монако. Это маленькая, но все же отдельная страна. А здесь владение размером с 39 княжеств Монако. Построено так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. Тысячам людей, работающим там, запрещено приносить с собой даже простенький мобильный телефон с камерой. Приезжающие машины досматривают на нескольких КПП с помощью зеркал. Ямы с видеокамерами обыскивают багажники и бардачки. Но мы с вами все равно зайдем. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Много лет мы показывали вам имущество коррумпированных чиновников с воздуха, снаружи. Но дворец самого коррумпированного мы покажем изнутри. Кроме экскурсии по царским палатам, я уверен, что вы ее ждете с нетерпением, вы узнаете, что настоящий дворец Путина это не просто вот этот дом, а еще и 7800 гектаров земли, почти 300 гектаров виноградников в четырех разных местах, шато, винные заводы, устричные фермы и бесконечная роскошь. Я расскажу, откуда этот дворец взялся, на чьи деньги построен и на чьи деньги его продолжают строить прямо сейчас. Поехали! Всем привет, это Георгий Албуров, и как вы могли заметить, мы находимся немного в непривычных для нас условиях. Дело в том, что мы в Краснодарском крае, на Черноморском побережье, буквально в трех километрах от знаменитого дворца Путина. Мы приехали сюда очень странным путем. Мы меняли билеты, выходили не на своих остановках, мы менялись симками, менялись телефонами, и мы провели целую спецоперацию, чтобы попасть сюда. И все это сделано для того, чтобы нас не преследовали полицейские, ФСБшники, сотрудники Центра Э, которые всегда это делают, когда мы приезжаем в Краснодарский край. И нам удалось это сделать. Прямо сейчас мы находимся в нескольких сотнях метрах от берега, и на десятки километров вокруг ни один полицейский не знает, что мы здесь делаем. Это прекрасно, потому что прямо сейчас мы будем запускать дрон и сделаем для вас легендарную съемку Дворца Путина. Этот дворец еще никто не видел с дрона. Он секретный, он настолько засекречен, что его охраняет Федеральная служба охраны. Все говорили, что снять это невозможно. Ну, мы и сами так думали, а потом взяли и попробовали. Не получилось. Попробовали еще. Сделали четыре попытки, но получилось только однажды. Представляем вам самый секретный дворец в России. Дворец Путина под Геленджиком. Вот он, прямо перед вами. Это самый большой частный жилой дом в России. Его официально подтвержденная площадь по документам 17,5 тысяч квадратных метров. Его даже особо не с чем сравнивать. Самые роскошные дома на Рублевке в несколько раз меньше. Это новый Версаль или новый зимний дворец. По-настоящему царское место. Любуемся на него снаружи. Пока только снаружи. Давайте подлетим достаточно близко, чтобы увидеть все в деталях. Так, что это происходит? Какой-то синий брезент. Окна законопачены. Бассейн закрыт. Стройматериалы лежат на земле. Снуют еле заметные на фоне дворца рабочие. Что же происходит? Почему здесь стройка? Ведь на спутниковых снимках шестилетней давности было видно, что дворец полностью готов. Нам объяснили строители. Все действительно было готово уже давно, но потом случилась катастрофа. Имя ей плесень и разгильдяйство. Дворец был спроектирован с ошибками. Не работала вентиляция, тек потолок и высокая влажность. В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали делать заново. Но что для Путина траты и головная боль, для нас шанс узнать больше про его дворец. Ведь в реконструкции вовлечена куча народу, и они с удовольствием нам рассказали буквально про каждый метр этого грандиозного объекта. Вот, например, Дендрарий. Там собраны редкие и уникальные деревья. А для тех растений, которым некомфортно в таком климате, на открытом воздухе построена оранжерея, площадью 2500 квадратных метров. За этими деревьями и вообще растениями на территории постоянно следят в общей сложности около 40 садовников. Летим дальше. Видим стену и зелени, и внутри нее скульптуры. Жаль, нельзя разглядеть, кто там. Может быть памятник покровителю, Ельцину. Может быть, Леши Миллеру с конвертом. Может быть, бюст богини воровства. Или скульптурная композиция «Эти женщины». Дальше очень важный объект. Церковь. Не храм Минобороны, конечно, но и вообще не очень православно выглядит. Куча каких-то строительных вагончиков. Там, очевидно, живут рабочие. Видим гигантский 80-метровый мост. В любом российском регионе открытие такого было бы целым событием. А здесь он просто нужен для прохода к чайному домику. Справа видим две вертолетные площадки. Странно. Раньше-то их было три. Одну убрали и насыпали вместо нее гору. Только вот какую-то очень странную гору с въездами внутрь. Мы долго пытались понять, что там внутри. И в какой-то момент на спутниковых снимках увидели внутренности этой горы. Прямоугольник со скругленными углами размером 56 на 26 метров. Да это же хоккейная коробка. Действительно. Ну зачем нужен дворец, в котором нельзя играть в хоккей? Интересно. Подземный хоккейный комплекс мы видим впервые. Узнается бункерный стиль хозяина. Он явно любит сидеть под землей. Наверное, воображает себя гномом, охраняющим золото из фильма «Властелин колец». Подрядчики подтвердили нам, что да, под землю зарыли ледовый дворец, который вообще-то высотой с пятиэтажный дом. Немного шокированный. Летим дальше, к той части дворца, которая отвечает за его жизнедеятельность. Видим 200-метровое здание с вышкой и кондиционерами. Оно не подписано в документах, но к нему подведен нефтепродуктопровод, а от него идут сети теплоснабжения. Значит, это такая котельная. Огромная мачта дальше отвечает за связь. Там находятся как базовые станции сотовых операторов, так и антенны правительственной связи. Вдалеке собственная автозаправочная станция. Видим несколько бытовых зданий и гаражный комплекс. Справа общежитие для персонала, и там живет персонал не самых высших категорий, охранники и строители-выхтовики. А рядом с ним мозг всего комплекса, здание штаба. Основные управляющие работают именно в этом здании. Давайте немного развернемся и просто полюбуемся на вид, который отсюда открывается. Очень красиво. Раньше это видел только Путин с вертолета, а теперь можете и вы. Отлетим в дальнюю часть дворца, чтобы посмотреть еще на пару объектов. Вот грандиозный забор. Через такой ни один вор снаружи не пролезет. Справа то самое здание, ради которого построили 80-метровый мост. Это гостевой дом, он же чайный домик, площадью 2500 квадратных метров. А вот многострадальный амфитеатр. Этот простой объект строится и перестраивается просто непрерывно, годами. Хозяин дворца явно недоволен тем, что получается. Может быть место должно больше подходить для гладиаторских боев между Сечиным и Чемизовым. Может быть виолончелист Ралдугин критикует акустику. Нам остается только гадать. Но рабочие копошатся там постоянно. Отлетаем еще. Так, а как на пляж сходить? Плавки надел, ласты взял, а спуститься как гаража. А вот тут есть специальный вход в тоннель, который строили те же люди, что строят метро. Это уникальная конструкция, которая позволяет не только удобно попасть на море, но и укрыться в случае войны или нападения со стороны жителей Геленджика. И у этого тоннеля есть небольшой секретик, который раскрыл нам один из строителей дворца. Вот тут видите какая-то дверца, что ли? Посмотрите на эту фотографию. Тут видно чуть лучше. А вот это место на схеме тоннеля. Это друзья мои дегустационная комната, специально замаскированная под гору. На самом деле это огромное окно, из которого открывается лучший из возможных видов на море. Здесь можно наслаждаться бокалом вина. И что самое главное для нашего национального лидера это не какой-то балкон, где ты постоянно в опасности, а очень безопасное подземное место, где тебе ничего не угрожает. и подземное Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok